Завершилась встреча между командами Строгино, Москва и Динамо, Санкт-Петербург. Ваше внимание представляется главный тренер команды гостей Александр Васильевич Тачилин. Александр Васильевич, вы, будучи тренером Академии Динамо, часто приезжали на Олентарь, но, насколько я помню, такой крупный победы не было. Что сегодня способствовало тому, что ваша команда забила три мяча и одержала победу? Ну, в первую очередь хочу заметить, если не смотреть на счет, игра выдалась довольно-таки тяжелой. И именно больше всего боялся здесь играть, потому что, правильно подметили, будучи тренером Академии Динамо, здесь победы нам очень тяжело давались. По-моему, за всю историю, по-моему, только один раз я здесь. Поэтому, что можно сказать? Начало, особенно первый тайм, мы провалили. Забей Строгенова хорошие два момента, неизвестно, как бы игра дальше пошла. Ну, а то, что касается второго тайма, то удалось перестроиться, поправить те ошибки, которые были в первом тайме. Главное, удалось забить гол, и, соответственно, уже после этого можно было, эту игру, как говорится, можно было доигрывать. Поэтому 3-0, это все-таки так, не совсем может быть объективная картина. Потому что команда очень организованная, видно рука тренера, который выстраивает игру. И тем более, мы не забыли игру, которую мы проиграли именно у себя в Санкт-Петербурге. Поэтому хотели взять реванш. Скажите, пожалуйста, вот так, если отталкиваться не от счета, а именно по содержанию игры, чем вот эта игра отличалась от предыдущей? Какие изменения вы внесли, чтобы перестроить игру и добиться желаемого результата? Ну, если говорить про игру, то особо мы всегда в первую очередь отталкиваемся от своей игры. Хотя мы, да, разбирали игру с Трагино, сделали определенные акценты. К сожалению, в первом тайме как раз те акценты, которые мы делали, они не сработали. Поэтому первый тайм для нас был крайне тяжелый. А то, что касается непосредственных изменений, ну, единственное изменение в связи с тем, что накануне капитан команды Песегов у нас приболел, поэтому было одно изменение только в составе. А так, по большому счету, нет. Ну, а потом я уже повторюсь, во втором тайме были введены коррективы именно в оборонительных действиях. И, могу сказать, второй тайм более уверенно прошел для нас, по крайней мере, поспокойнее. А у вас на сезон стоят высокие задачи, наверное, исходя из состава и возможностей. Скажите, вот в связи с тем, что первую часть сезона как бы не всегда побеждали, вот какие задачи именно на концовку стоят? И какое место для вас будет желаемое? Ну, задача, поскольку желаемую задачу, у нас вот осталось сколько, 9 игр и всех их выиграть. Вот наша главная задача максимальная. А то, что закончим в этом году, на каком месте, ну, посмотрим. Как говорится, сейчас, правда, по весне считают очки, раньше по осени, говорим, считают. Поэтому посмотрим. Коллеги, уважаемые, ваши вопросы? Ну, вы второй тур подряд уже не забиваете в первой половине и забиваете три во второй половине. Будете ли в следующем туре делать установку и не забивать в первом тайме? У нас таких установок вообще-то никогда и не было. Тут еще надо отдать должное сопернику, потому что если мы выходили бы одни на футбольное поле, мы бы забивали бы и в первом тайме. Но поскольку есть команда, которая не хочет пропускать в первом тайме, отсюда и то хорошо, что у нас во второй галлы не прилетают. Коллеги, еще вопросы? Нет вопросов. Благодарим. Спасибо. Спасибо. Спасибо.